Продолжение следует... 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 Рубрика «Ребятам о зверятах» рассказывает о самом популярном в мире домашним животным, превосходящем собак по численности в три раза о кошке. А вы знали, что все котята рождаются с голубыми глазами, но свет меняется по мере взросления? Или что они не едят сладкого? Несчастные никогда не знают радости от кусочка торта или конфет? Рубрика «Любознаки» отвечает на вопрос, почему океаны и моря так называются. Самый большой океан Тихий, первооткрыватели назвали его так, потому что, когда они его увидели, он был тихим и спокойным. Атлантический океан был назван в честь сильных греческих богов-атлантов. Своё имя Индийский океан получил благодаря Индии стране пряностей, драгоценностей и дорогих тканей. Найти морской путь в Индии в средние века было мечтой всех путешественников. Северный Ледовитый океан обязан своему названию из-за преобладания в нём большого количества льда. Рубрика «Своими руками» предлагает сделать закладки для книг. Скоро осень, пора чтения интересной литературы. Поэтому закладки очень понадобятся. К национальным изданиям газета «Канаш» в новом номере поздравляет почётного гражданина Ульяновской области, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ, члена Ассоциации композиторов Чувашской республики, лауреата премии имени Яковлева, Ульяновского областного чувашского фонда «Эдкер» Валентину Николаеву Игнатьеву Тарават. 19 августа ей исполнилось 75 лет. Она вошла в энциклопедию «Лучшие люди России», дважды лауреат поэтического конкурса «Моя Родина», лауреат литературной премии журнала «Сударушка». Всю жизнь Игнатьева Тарават, активная участница художественной самодеятельности, была солисткой нескольких народных хоров при районных домах культуры. С 1989 года она художественный руководитель ансамблей русской песни «Эмёд» и «Шепчак» и 10 лет руководит народным ансамблем «Шанес». К районным изданиям. Оля Дмитриева на странице газеты «Родина Ильича» Ульяновского района сообщает, что 13 августа на летней эстраде «Парка Вдохновения» Ишеевке развернулось театрализованное представление с куклами-великанами. Такой подарок сделал творческий коллектив «Парка Владимирский сад» Ульяновска в рамках проекта «Русские сказки. Уличный театр детям». Интерактивные музыкальные спектакли с актёрами и куклами новый формат уличного театра для детей. Ребята становятся практически участниками действия и активно помогают главным героям. Персонажи через игры, стихи и песни повышают интерес к русским сказкам, а также к культурным фольклорным традициям. Журналисты романских известий Саша Артемьева рассказывает о том, что Хлеборовы района завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Окончание уборочной эстрады – это особый период для тех, кто встречает рассвет в поле, кто обрёл радость и счастье в сельском труде, кто своей работой каждый день вносит вклад в продовольственную безопасность региона. Старобайнские хлеборобы, несмотря на сложные условия текущего года, отлично справляются с уборкой урожая. В каждом хозяйстве есть свои профессионалы. Комбайнер Евгений Максимов не первый год добивается высоких результатов в производстве продукции растеневодства. Активная позиция, принципиальность и последовательность в решении поставленных задач стали эталоном его работы. Именно поэтому он занял первое место среди комбайнеров региона, выдав из бункера комбайна 2200 тонн. Это наивысший намолот по области. А в целом в Ульяновской области намолотили 1 миллион тонн зерна. В этом году урожай зрел в трудных погодных условиях, которые сформировались из-за жары и недостатка осадков. Однако намолотить миллион тонн ульяновским аграриям всё же удалось. Издание «Новое время» базарно-созганского района гласит о том, что в этом году День физкультурника отмечался в нашей стране уже 82-й раз. По этому случаю жители района приняли участие в фестивале ГТО. Они прошли испытания по силовым упражнениям, прыжкам с места, челночному бегу, упражнениям на гибкость, поднимание туловища и с положения лёжа. В сентябре этого года участникам предстоит сдать ещё один шаг своим знаком отличия и выполнить тестирование в беге на короткую длину дистанции, метание гранаты, плавание и стрельбу. Спортивные новости региона узнаём со страницей еженедельника «Чемпион». Журналист Михаил Росошанский сообщает, что сборная Ульяновской области по рыболовному спорту стала победителем чемпионата России по ловле спиннингом с лодки. Соревнования проходили в Нижегородской области. Как говорит председатель правления Федерации рыболовного спорта Ульяновской области, капитан региональной команды Сергей Саликов, места здесь просто фантастические. Пейзажи можно сравнить, наверное, с Амазонкой. По правилам чемпионата вся пойманная участниками рыба обязательно отпускалась обратно в Волгу. Но прежде арбитр замерял длину каждой особи. В итоге за два соревновательных дня квартет ульяновских рыболовов поймал 16 щук, 5 судаков, 1 жереха. Этот результат оказался лучшим среди команд 17 регионов. Кроме Саликова, чемпионами страны в командном зачете стали Сергей Жук, Сергей Карпов и Юрий Мурадов. Поздравляю победителей. Информационный портал Медиа 73 категорически сообщает о том, что Управление образования администрации Ульяновска заказало награды для победителей и призеров муниципальных этапов всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2021» и «Учитель года 2021». Так победители в этом году ждут 4 гриля, 4 свч-печи и 4 пылесоса. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и Медиа 73. Районные газеты доступны по подписке городских газет и журналов. Можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменно обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю.